Девушки отдыхают 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 и там, не знаю, вот эти фляки робить. Между прочим, с приводу момента одного у клипе, когда тебя из стола немного не струсили, это же не просто радовало? Я из стола стягиваю скатертину и Варта в этот момент перевертается на спину и лягает. Сколько дублев было? Там же можно было шмякнутися просто на педагогу. Было больно, я была вся в синяках. Вот, я очень переживала. А не рассказывай. Ну, я очень переживала, что в клипе было видно, что это было сложно, потому что некоторым кажется, что это легко, на самом деле, выполнялось без каких-либо помощников, вспомогательных средств. Насправді, у нас був геніальный хорограф Ольга Семешкина. Вона все вміє дуже правильно підказати, як правильно впасти, як правильно зігнутися, щоб ніде ничего не вивихнулося, не зламалося, щоб не було боляче. Ну, однозначно, які садіни під час зйомок були. Були синяки, і ми наступного дня прокидаемся, тобто, ми почали в які години? В сьомій ранку. Практично в сьомій ранку і закінчили. Прокидаємся вечером, тобто, ми цілий день після того спали. Вечером зідзвонимся. Я думала, ви прокинулися там на підлозі, там же є таке. Розмова, розмова. Альо, альо. Короче, ні голосу, ні здоров'я, нічого. Таке ровно, що ми цілий день відпахали в полі, знаєш, з сапками оце, откупали картоплю. Реально, тіло все боліло страшенно. Ну, але результат прекрасний. Який момент, між іншим, вам самому сподобався більше за все? Який не приніс вам синців, або, можливо, синці були, але ви їх полюбили? Момент, коли ви на підлозі, мені він так подобається. Мені на рояль понравилась сидіться. Віталік Козловський голий на підлозі з вартою. Двічі, двічі. Оце кліне. Це двічі в кліпі, але один раз карблю. Я вперше побачила голову Віталіка Козловського. Мой любимий момент – це рояль. Сухай, про що ми говоримо? Нам треба кліп подивитися. Давайте, презентуйте офіційно на телеканалі М1. Офіційно презентуємо кліп на каналі М1 на пісню «Не оставляй мене». Варда і Віталій Козловський. Щиро вас. Я вже знаю, какой мой любимий момент в цьому кліпі. Це був Віталій Козловський і Варда. Спасибо большое, що спели на русському языку, українську. Действіло, дуже мало у нас. Вардуння, поздравляю. Віталік, я знаю, що ця версія кліпа ще существує на армянській. Да. І перчів мову. Вірмянську. Оце, наверное, стоїть, наверное, обернутися к істокам. Почему армянський? Да потому, що дівчика Варда у нас. Потому, що моя фамилия Мартирасян. Мартирасян? Да, потому, що на одну половину я армянка. І потому, що, коли ми з Віталиком познакомились, вияснилось, що у Віталіка тож є армянські корні. І тому ми говорили, що ми маємо спеть на армянському языку. Віталік уникальний чоловік. Він з кемо знакомиться, зразу ж у нього корні. З грузинським, індейцем. Індейці у нього, каже. А ну, що такого розказувається? Узбеки, по-моему, узбеки, бабу, дедушку узбеки. Родове дерево дуже велике. Такой гибкий у нас артист. Ну, ти ж варно почала співати не просто так. Зустрілася з Віталиком, побачила і заразилася співом. Правда? Нет, звісно. Ти перед цим ще й танцювала? Розкажи нам про себе. Тому що люди дивляться. Гарна дівчина, танцює класно, співає. І все з Віталиком Кузловським. А розрекламируйте себе. Я, да, 11 лет зарабатывала на життя тем, что выходила на сцену, только я не пела, а танцевала. І, как бы, в танцах... Знайома історія. Да, в танцах я достигла уже, скажем так, предела. То есть я выиграла очень много турниров. Чемпионат Украини, чемпионат России, чемпионат Молдави, Румыния. А що за танцы? Танцы на пилоні. Полденс називається. А, полденс. А це правда, що в перший місяць являється синяки по всьому тему? Даже не місяць, полгода. А, в принципе, когда вы готовите какие-то новые элементы, это, может, и через два, и через три года все равно появляется. Юля, в какой профессии ты кубни выбрала синяки будут сразу же в первые месяцы? Это хоть телеведущие, хоть посадомощие. И шишки. Да, если на тобой есть... Вот, и после того, как я выиграла на чемпионате мира, я поняла, что мне уже как бы скучно этим заниматься, потому что все, что я могла, я уже завоевала. Теперь можно попить. Да, но я как бы очень долго танцевала для того, чтобы иметь возможность петь. То есть я шесть лет шла к этому, вот, я шесть лет тому назад переехала в Киев, и уже тогда я знала, что когда-нибудь я приду к тому, чтобы соединить танцы, песни, театрализацию. И профессионально занималась вокалом. Да, конечно. И занимается. Да. Занимается. И так получилось, что у вас еще один педагог, да? Да. Ну, у меня... Лучший педагог в этой стране. Да. Я, она как бы была не первым моим педагогом в столице, но, наконец-то, я нашла ее, пришла к ней, и я очень рада, потому что действительно потрясающе. Ну, а дальше один удар в бампер Виталика Козловского, и все, и ты, и ты в шоу бизнесе. И песня спета, ваша песенка спета. У нас есть ВКонтакте, страница Гутен Морген, наши, ваши поклонники пишут вопросы. Пишет нам Ярослав Ярикович, вопрос Виталику. Вы никогда не думали попробовать себя в качестве актера? Как вы вообще относитесь к кино? Какие жанры и фильмы вам нравятся? И чем бы вы занимали в жизни, если бы не музыка? Какой актуальный вопрос, ребята. Да-да-да. Дело в том, что я снялся совершенно недавно в очередном сериале, это как бы совершенно небольшая роль, но уже в пятый раз я изображал самого себя. Это, конечно же, интересно. С одной стороны. Изображать себя. Но с другой стороны, в плане, в плане как бы гибкости не очень. То есть, постоянно играешь самого себя, а хочется поиграть какие-то другие роли, в других амплуапах. Ну а по бажанию режиссера, ты приходишь на зйомочный майданчик, и тебе говорят, Виталий Козловский, и обратите нам, пожалуйста, Виталика Козловского, так? Ну, приблизно так? То есть, ты просто намагаешься, знаешь, как-то кажут, перевтілитися в ту чи иншу ситуацию, яка відбувається на знімальному майданчику, и намагаешься ей зіграти таким чином, как бы ты пережил бои в житті, как бы ты отреагировал это в житті, по-справжнему. Взяли, это для меня очень хороший опыт, я верю и сподіваюся, и мрюю просто, честно, это моя мрія, что когда-то профессиональный режиссер, профессионального полнометражного фильма запросит меня знятися в кино. Вообще в эпизоде. Профессионального актера ты забалдаваешь, пригласил профессионального режиссера. А если разобраться, тебе приходится играть самого себя, а вот кто ты на самом деле? Вот, допустим, неинтересно, вот твои номера на машине, которые так успешно помяла Варда, на которых написано Шекспир. Вот скажи мне, вот ты правда настолько самовлюбленный и пафосный, или же все-таки просто играешь по закону Шелуби? Мне подарили эти номера. Подарили. Надо будет номера поменять, знаешь, там, типа, Був Шекспир, а треба написать Франко. Не, мне просто интересно, ты бы все-таки... И песню превратили. Играешь? Шекспир напишет не правильно, а Франко напишет. Виталик, играешь по правилам шоу-бизнеса? В плане? Ну вот, допустим, Шекспир, Виталик Козловский, суперзвезда, я вас люблю, спасибо вам, мы там... Я слова «люблю» со сцены говорю в крайне редко. То есть, если я действительно от души хочу сказать «я люблю вас», я это говорю. Но это бывает в крайне, в крайне, в крайне редко. А вообще, я считаю, что самая лучшая отдача артиста – это не сказать «я вас люблю», а просто спой от души, по-настоящему». И все. Живю. Людей интересует вопрос, Виталик и Варда, вы дружите или, может быть, больше? Мы дружим. Это первое вопрос, которое тоже у меня появилось. Мы любим друг друга в песнях. После тех эпизодов в клипе, я вот не знаю, власне, кажучи, что можно было про эту парочку подумать. Но, ну, как, вы... Людей лучше живете, чем говорить. Греку, змей, змей, искуситель, да? Просто библейская история. Я вообще не верю в хороший тандем мужчина и женщина, если кто-то из них друг друга кого-то не любит. Дюлечка, это до того, что у нас все хорошо. Мы, насправді, творчие одиницы и мы товарищуем. Мы любим один одного, но мы просто спеваем. Но я, мабуть, не первая так подумала. И вы не первой мне вручаете яблоко зі словами, и иногда лучше жевать, чем говорить. Нет, ты была первая. Это был полный эксклюзив. Давайте следующий вопрос у нас есть. Я не хотел, чтобы это выглядело так жестко. Привет, Виталий Иварда. А, на мою думку, вы очень классно смотритесь разом. Кліп, до речи, прикольный. Хочется сразу запитать, чи будут у вас спильные концерты. А, может, вы завитаете у славесного міста Тернополь? Ласкаво, просим. Класс. Спильные концерты. Конечно, будут совместные концерты. Более того, не только в Украине. Уже сейчас мы ведем переговоры с Арменией. Выбираем площадку, которая нам подойдет по техническим характеристикам. В программе будут как наши совместные, как вокальные, так и хореографические номера. Часть программы Виталия Сольная, часть программы Сольной моей. То есть это такой долгий забег у вас, да, намечается, на самом деле? Ну, получается так. Просто ждали предложения. Так пойдет. Ребят, сколько песен уже совместных у вас? Ну, пока как бы у нас одна. Нет, ну еще одна у нас Виталика песня, скажем так. Кавер-версия будет такая. Вот. Вот, которым... Скажи! Только кохання між нами. Ты моя любимая песня. Армянска. Я не знаю, как сказать. Мы с тобой работали педагоги, да? Я знаю, как сказать. Не залишай меня. А ну? Ой, классно. Давайте этому на прощание оставим. Да. На самом деле у Виталика акцент слышно гораздо меньше, чем у меня, несмотря на то, что я армянка. Вот. Вот в большей степени. Либовая ты армянка. Просто, ну, я не говорю, к сожалению, на этом языке. Вот. Мне очень хотелось сделать приятно своему отцу. И мы сделали это. А вы знаете, на самом деле, когда мы начали учить текст к песне, появилось величезное желание немного поучить эту мову. Принайменно, какие-то такие, знаешь, фразы знать их. Мова надзвучайно красивая. Она так же спевается, как и украинская. Милозвучная. Дуже малозвучная. Очень многим, да. На армянском версии даже нравится больше. Нам много больше, чем русский. Даже тем, кто не понимает ничего абсолютно. Моё самое любимое выражение на армянском языке звучит как цаватаным. Переведи, пожалуйста. Это такое волшебное слово, которое в себя включает несколько фраз. Это когда человеку очень плохо и больно, и ты говоришь ему это слово, это означает, что ты настолько сочувствуешь этому человеку, что хочешь забрать его страдания и боль себе. И говорят это так реже редко и так же избирательно, как Виталий Козловский на своих концертах говорит «Я вас люблю». Только на своих случаях. Виталий Козловский и Варда сегодня были в нашей студии с презентацией своего дебютного спильного видеодоробку под названием «Не оставляй меня». Дякую вам, что пришли. С той же самой просьбой мы обращаемся и к вам, зрители. Не оставляйте нас. Мы продолжаем. Это программа «Гутен Морген». Доброе утро всем.